Всем привет! Так уж получилось, что несколько наших последних видеороликов были посвящены руководителям. Ролям, которые они исполняют, решениям, которые они принимают, а также взаимоотношениям с подчиненными. Чтобы закончить с этой темой, расскажем о том, должен ли начальник быть хорошим специалистом в той сфере, которой он управляет. С вами канал Справочное бюро предпринимателя, сейчас все расскажем. Ну, вообще-то говоря, руководителями не рождаются. И даже в нынешних учебных заведениях руководители, если и готовят, то получаются, скорее всего, полуфабрикаты будущих начальников. Нет, ну в самом деле, какой из него начальник, когда у него нет ни опыта, ни авторитета? Вот и получается, что руководителями очень часто становятся вчерашние специалисты. Причем, как правило, самые лучшие из них. Умеешь делать сам, учись руководить другими. Процесс этот, кстати, совсем не простой. Например, назначили ведущего специалиста руководить отделом. Или индивидуальный предприниматель, работавший в одиночку, наконец-то решил нанять себе помощников. Начинается сложный процесс превращения сотрудника в начальника. Тут очень применим эффект Даннинга-Крюгера. Поначалу самооценка такого новоиспеченного руководителя взлетает до небес. Ну как же, социальный статус вырос и уверенности не занимать. Ведь до этого он прекрасно справлялся с работой и сам. А тут вроде как бы все то же самое, но возможностей стало больше. Но не тут-то было. Через какое-то время наш начальник начинает понимать, что руководить людьми это не то же самое, что выполнять работу самому. Что теперь вообще все по-другому. Выясняется, что знаний и навыков управления у него нет. Что отвечать приходится теперь не за свои, а за чужие ошибки. Что каждый день приходится разговаривать, уговаривать, выслушивать и объяснять. Многие на этом этапе ломаются, отказываясь от роли руководителя. И, кстати, зря. В развитии специалистов всегда есть потолок, предел. И этот потолок особенно близок, если специалист уже был одним из лучших. Ведь другим не предлагают становиться начальниками. А вот после превращения в менеджера появляются совсем другие перспективы, возможности для роста и развития. Так что те, кто смогут преодолеть самый сложный начальный этап, со временем будут набираться опыта и знаний, превращаясь в высококлассных руководителей. А теперь давайте посмотрим на примерное распределение рабочего времени у специалиста и менеджера. Специалист, подавляющую часть своего рабочего времени, тратит на работу по специальности, ради которой его и наняли. Ну, может быть, процентов 10 идет на всякие там отчеты и совещания. А вот по мере того, как он начнет становиться руководителем, доля времени, которую он будет тратить на свою непосредственную работу в его предметной области, будет неуклонно сокращаться, пока совсем не приблизится к нулю. А теперь вспомните, что в современном мире технологии развиваются очень быстро. И чтобы оставаться хорошим специалистом, экспертом, нужно постоянно следить за этими изменениями и применять новые знания на практике. Это как езда на велосипеде. Пока крутишь педали, едешь. Перестал крутить, упал. Как сказать, крути педали, пока. Ну, вы поняли. А теперь посмотрите на график занятости нашего руководителя. Времени на работу по специальности у него вообще нет. И значит, его квалификация как специалиста, эксперта будет неуклонно снижаться. И если еще несколько лет назад он был лучшим в своей области, то сегодня он будет уже на весьма посредственном уровне. Зато теперь он станет другим специалистом. Специалистом по управлению. Так что же получается? Кошмар и катастрофа. Всеми предприятиями и подразделениями в конечном итоге будут управлять дилетанты? Ну, конечно же, нет. Хотя бы общее представление о том, чем занимаются и что делают его сотрудники, у руководителя должно быть. Хотя бы для того, чтобы в общих чертах понимать, что они ему будут говорить. Но самая главная задача начальника, это уметь объединить и использовать опыт и знания своих подчиненных. И на этой основе поставить им достижимые задачи. Скоординировать их действия и обеспечить всем необходимым. На самом деле есть много примеров того, как руководитель по-прежнему пытается, по старой памяти, считать себя лучшим экспертом, самым грамотным специалистом. Но чаще всего это далеко не так. И не способствует ни росту его авторитета, ни развитию бизнеса. Так что, если жизнь поставила вас на путь развития как менеджера, то и держитесь этого пути. А вашу роль эксперта займут другие, более молодые ребята, которые сегодня, скорее всего, лучше разбираются в этом вопросе, чем вы. Ваш этап развития как специалиста остался в прошлом. И у вас теперь совсем другое будущее. Будем надеяться, что светлое. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Да, и пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно ответим. Увидимся!